Сегодня мы будем вырезать сову на пергаменте. Для начала мы мы подготовим нашу заготовку. Проведем направляющие на заготовке. Хочу отметить сразу, что заготовка будет у нас 300 на 180. И теперь нам необходимо найти центр нашей заготовки. Так, находим центр нашей заготовки. Вот тут у нас центр. Потому что работать мы будем именно с центра. Да, и еще. Так как мы заготовку будем вырезать, нам понадобится жертвенный стол. Потому что фреза пройдет ниже на 0,2 мм нашей заготовки. Для того, чтобы мы смогли ее оттуда извлечь. Вот поэтому мы и используем жертвенный стол. Итак, закрепили заготовку. А теперь произведем обнуление инструмента. Сразу хочу напомнить, что работать мы будем в три этапа. Первоначальный этап это черновая обработка. Мы будем ее делать концевой, однозаходной фрезой. Диаметром 4 мм. Итак, берем нашу цангу для 4 мм сверла и закрепляем шпиндели. Закрепили. Сейчас произведем обнуление инструмента. Нам нужно подвести нашу фрезу в центр заготовки. Как только мы это сделали, обнуляем X, Y и Z. Теперь отводим шпиндель на безопасное расстояние. Итак, наш матч включен, джекот загружен, шпиндель на безопасном расстоянии, жертвенный стол мы установили, фрезу концевую диаметром 4 мм мы установили, обнуление инструмента мы сделали, приступаем. Продолжение следует... Черновая обработка у нас завершена. Теперь необходимо поставить фрезу для чистовой обработки и обнулить инструмент. Итак, инструмент мы заменили, обнулили. Сейчас у нас установлена коническая сферическая фреза диаметром 6 мм. И мы приступаем к чистовой обработке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...